Привет, граждане! Это BMW X3 в кузове G01 с мотором B57 и это самый крутой среднеразмерный премиальный кроссовер. На этом видео можно было бы и закончить, но самый крутой не означает идеальный. А следовательно, мне придется все-таки попросить у вас 20 минут вашего внимания для того, чтобы рассказать о недостатках этой тачки и объяснить все-таки, почему X3 самый крутой среди всех своих конкурентов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, что я недавно понял про автомобили BMW? Я понял, что обсуждать их внешность занятие абсолютно безнадежное. И дело тут даже не в том, что внешность вещь субъективная. Дело в том, что за 100 лет истории марки BMW наглядно показали, что они делают автомобили с характером. А это значит, что машины самодостаточны и самодовольны. А это, в свою очередь, означает, что BMW абсолютно положить на то, что вы там скажете про головную оптику, которая не достала до ноздрей, про сами ноздри, которые стали очень большими. Про высокое боковое остекление или про небаварские задние фонари. Эй, ребята, вы серьезно? Это же BMW. Это самодовольный автомобиль, которому положить на то, что вы там будете говорить про его внешность. BMW будут покупать. Ну, вспомните пятерку E60. Что думаете, брали из-за внешности? Брали за характер. И именно за характер BMW будет очень нравиться одним людям. Ну, а для других, кому что-то не нравится, есть многоугольный Lexus или Jaguar. Чего внутри? Внутри, похоже, оправдываются мои самые нехорошие предположения. И тенденция имитировать роскошь вместо того, чтобы создавать ее, захватывает премиальные марки, как какая-то болезнь. Причем такого подвоха от BMW я, честно говоря, не ожидал. Это, кстати, не дешевая комплектация, но искусственная кожа тут совсем не радует. Я повторю то, что сказал в обзоре на Volvo XC60. На мой взгляд, лучше хороший матовый пластик и качественная тряпочка, чем непрактичный и недолговечный кожезаменитель. Кроме материалов, в общем-то, можно придраться креслам. Они не соответствуют характеру этой машины и регулировок как-то маловато. Если вы знаете, что такое кресло в M-версиях, то эти кресла вас совсем не порадуют. Ну и третий самый несущественный недостаток – это нехватка регулировки руля по высоте. Такая же проблема у меня была в BMW 5-й серии G30. Мне бы хотелось опустить руль еще чуть-чуть пониже, но я не могу. Инженеры решили, что если руль будет опускаться еще ниже, то тогда он будет перекрывать в нее приборную панель. Но зато приборную панель видно всегда при любой регулировке рулевого колеса. Вот, собственно, и все. В остальном придраться не к чему. Все очень удобно, комфортно, под рукой. Пользоваться приятно. Головное устройство, по-моему, самое классное среди всех конкурентов. Поспорить может только Volvo, но у Volvo экран низковатый и управлять им можно только касанием. В BOOMER экран высоко. Управлять можно и касанием, и крутилкой, что позволяет меньше отвлекаться от дороги во время движения. Плюс климат управляется привычным способом, а не цифрой. Интерфейс у BMW приятный и понятный. Функциональное наполнение полностью соответствует требованиям 21 века. И самая шикарная система кругового обзора. Это самая красивая, самая удобная и самая умная система кругового обзора, которую я когда-либо видел. И на сладкая акустика от Harman Kardon. Звучит просто отлично. А то заблокируют видео. Заблокируют. На втором ряду посадочных мест как-то немного тесновато. Да и дверной проем не очень широкий, залезать не совсем удобно. Мне показалось, что в Volvo XC60 и в Audi Q5 чуть-чуть попросторнее. Но это несущественно. Да и вообще, знаете, сейчас сложилась такая тенденция, что на вторых рядах посадочных мест компактных кроссоверов среднего ценового сегмента места больше, чем места на заднем диване в премиальном среднеразмерном кроссовере, который вроде как на класс выше, да еще и премиальный. Но тем не менее, не будем о грустном. В общем-то, человеку среднего роста сидеть здесь можно. Удивило, что диван здесь плоский. Никак не выделены анатомические места для посадки. Диван никак не регулируется. Есть вот подлокотник, руки лежат ровно. В подлокотнике подстаканники. Есть управление климатом, то есть отдельный климат для второго ряда посадочных мест. Дефлекторы для управления воздушным потоком только в центральной консоли. Центральный тоннель достаточно крупный. Третьему пассажиру здесь сидеть будет весьма и весьма неудобно и жестко. Но вполне нормальный для среднеразмерного кроссовера второй ряд посадочных мест. Пятая дверь снабжена сервоприводом и механизмом отпирания ее без помощи рук. При помощи движения ноги где-то там под кромкой бампера. Знаете, я обратил внимание, что эта функция не столько помогает, сколько нужна для того, чтобы развлекать детей. Иногда в сложной ситуации, когда заняты руки, вместо того, чтобы делать вот эти вот движения с бубном под бампером, гораздо проще все-таки взять и нажать на кнопку. Но, тем не менее, это тренд, и детей развлекать можно, и вот он здесь есть. Высота отпирания не очень большая. Мне кажется, высокий человек начнет задевать головой. На самой пятой двери есть две кнопки. Запереть только пятую дверь и запереть пятую дверь и активировать центральный замок, то есть поставить автомобиль на охрану. Шторка с механизмом, Борис, хрен попадешь. Ну, в общем-то, реализован он у BMW настолько хорошо, насколько можно реализовать вообще этот механизм. Ну, первое, что бросилось в глаза, пол. Какой-то высокий странный пол. Но если приподнять вот этот фальш-пол, то сразу мы понимаем, что вдруг в BMW мы видим докатку. Давненько в автомобилях BMW не было запасных колес. Ну, вот, теперь положили здесь пенопластовый органайзер. Из-за этого пол стал выше. Насколько я знаю, в европейских машинах, собственно, багажное отделение побольше, потому что пол там ровный и нет вот этого отделения с докаткой. Но, тем не менее, для России решили, что надо положить. Давайте замерим проем. 112 сантиметров ширина проема. Глубина багажного отделения 88 сантиметров. Доступное пространство под шторкой 40 сантиметров. Ну, неплохой, хороший багажник. По бокам здесь у нас есть ниши, как и принято у BMW. Сюда вот знак аварийной остановки положили. Аптечка туда можно сунуть, с другой стороны тоже есть ниши. Ниши все хорошо, удобно, функционально, продумано. Есть у нас розетка 12 вольт, крючки для того, чтобы крепить в сетку. Все здорово. Есть окно для провозки длинномеров по середине спинки заднего дивана. Это не может не радовать. И спинку заднего дивана можно сложить, причем можно это сделать прямо из багажного отделения, потянув за два вот таких рычага. Все складывается, все аккуратно, практически ровный пол. Здорово, и когда все это сложно, у вас будет грузовой отсек длиной 173 сантиметра. Ну, если переднее кресло отодвинуть, ну, 175-178. Хорошее, вполне функциональное багажное отделение. Мне кажется, ну, кто лучше, кто лучше. Ну, мы знаем, кто лучше. Икея лучше, а так в остальном все классно. А теперь все под капот. Все за паспорту. B57 под капотом этого BMW. Шикарный дизель. На момент начала производства это был самый мощный шестицилиндровый дизель в мире. Стоковая мощность, и это только начало. Мотор легко раскачивается до четырех сотен пони, и при этом 620 ньютонов момента вам доступны сразу. Мотор относительно новый, и на данный момент его ставят под капоты новой пятой серии, новой шестой серии, новой седьмой серии и нового X5. По традиции баварцев мотор состыкован с восьмиступенчатым автоматом ZF. На борту кроссовера, естественно, система полного привода X-Drive. Нас уверяют, что новый X3 построен на одной платформе с новой пятеркой и семеркой. Это, в общем-то, так. Но здесь нужно отметить, что BMW не особенно-то и стремится к унификации своей платформы. Для BMW платформа это определенный свод правил и геометрических размеров, от которых нежелательно отступать при проектировании автомобиля. Я не буду долго загружать вас с терминами, а просто скажу следующее. Если вы думаете, что одна платформа у BMW значит взаимозаменяемость узлов шасси, вы ошибаетесь. К примеру, у пятерки и семерки передняя подвеска многорычажная, а у третьего X-а стойкий Макферсон. Задняя подвеска у всех трех машин пятирычажная, но форма рычагов у всех разная. Вот такие дела. Платформа одна, а подвески разные. 30D тащит. Вначале тащит, а потом валит. Море крутящего момента, полный привод с приоритетом задней оси. Далее X3 настоящий породистый характер. С точки зрения тяги, этот среднеразмерный кроссовер определенно выделяется среди конкурентов. Самое веселое в 30D то, что тяга нарастает плавно и долго, вплоть до запрещенных скоростей и после них. По характеру набора скорости, BMW с таким мотором чем-то похож на автомобиль с большим атмосферным бензиновым двигателем. В общем, ощущения очень приятные и цифры, кстати, тоже. Отдельно стоит отметить, насколько хорошо дружат движок и коробка ZTEP. Есть мнение, что BMW не стали ставить коробку на 9 или 10 диапазонов, потому что сделали упор на надежность. Как по мне, так они просто не увидели в этом смысла. Зачем вам 10 передач, если 8-ступенчатый ZTEP и так все сделает, как надо, если его правильно настроить на работу с хорошим мотором? По расходу дизель от BMW совсем не похож на большой атмосферный бензосос. Расход топлива по трассе не превышает 7 литров, а по пробкам движок спокойно укладывается в 11 литров. Новая платформа BMW отлично развесована. Добавьте к этому хороший мотор с коробкой и систему привода с повадками классической машины и получите отличный результат. Первое, на что вы обратите внимание – тормоза. Машина при резком торможении не особенно клюет носом, при этом замедляется очень даже эффективно. Второе, что бросится в глаза – спортивный, короткий и достаточно точный руль. Он немного слепой на предмет информации о покрытии, но это настройка на комфорт. Включите спортивный режим и сразу получите нужную информацию от рулевого колеса. По повадкам очевидно, что машина сама по себе настроена на шуструю езду. Крены кузова небольшие, и это даже в креслах с почти атрофированной боковой поддержкой. На перекладках в них не особенно болтает. Система стабилизации в этом ансамбле явно лишняя. Ее как будто подключали и настраивали другие люди. Шасси плотное и подзажатое, управляемость отличная, но каждый раз, когда включается система стабилизации, вам кажется, что у вас будет мама с призывом собираться в школу, а вам снилось, как вы летите. Маму отключать нельзя, а занудную электронику можно. Маму отключать нельзя, а занудную электронику можно. Ощущения от пилотирования BMW существенно отличаются от управления спокойно. и безопасным Mercedes, сбалансированным и технически доведенным до оргазма Audi или переднеприводным по повадкам Volvo. BMW рвется из-под вас, каждым своим маневром доказывая, что именно он способен дарить вам эти ощущения. Теперь о недостатках. Подвеска X3 явно не для наших дорог. За дерзкий характер владелец BMW расплачивается комфортом при движении по региональным покрытиям. Должен констатировать факт, что лично мне по плавности хода BMW понравился меньше всех своих премиальных конкурентов. Надо только отметить, что GLC и Q5 я тестировал на пневмоподвесках, а Volvo был явно мягче и кренился побольше. Для большого города с хорошими дорогами X3 превосходен. Для регионов не лучший вариант, так как дискомфорт при движении по русской проблеме номер два – это половина беды. Вторая половина – подвеска при езде по плохим дорогам разбивается, и ее приходится постоянно ремонтировать. Уровнем акустического комфорта я был приятно удивлен. BMW – драйверские машины, и не их дело толстеть ради двух децибел, но в X3 по ощущениям достаточно тихо. Восприятие звука – вещь субъективная, но новый X3 совершенно точно стал тише предыдущего и почти ничем не уступает своим конкурентам. Ну, разве что Mercedes с его дополнительным пакетом шумоизоляции, который стоит как базовая версия Lada 4х4. По оснащению у баварца все отлично, даже слишком. Audi всегда делает упор на свои технологические совершенные игрушки, но я отметил, что настройки электронных помощников технически более совершенны именно в BMW. Про невероятно удобную и умную систему кругового обзора я уже рассказывал, теперь поговорим о ассистентах. Не могу сказать, что рулевой ассистент ушел намного дальше, VAG или Mercedes, он также виляет от одной линии разметки к другой и теряется, когда разметку не видно. Но! Обратите внимание, как он это делает. Во-первых, он не кошмарит вас с сигналом падающего вертолета, каждые пять минут требуя положить руки на руль. Пока бумер видит разметку, он периодически оповещает вас визуально на приборной панели, что руки желательно держать на руле, но звук он начнет издавать, когда системе потребуется помощь. Если сенсоры и камеры потеряли разметку, BMW тут же настойчиво требует принять управление и даже не пытается, как Mercedes, выполнить то, где есть вероятность облажаться. Ну и адаптивный круиз-контроль. Граждане, у меня новый фаворит. Пока я игрался с рулевым ассистентом, я полностью забыл про то, что газом и тормозом управляет машина и я ни разу даже не напрягся. Адаптивному круизу BMW я теперь доверяю как себе и, на мой взгляд, он настроен не просто лучше всех в классе, а вообще лучше всех. Фары разрезают мрак прекрасно, они умные, адаптивные, светодиодные и, кстати, в темноте еще очень радует милая атмосферная подсветка, для которой можно выбрать цвет. Безопасность X3 тоже в полном порядке. Субтитры сделал DimaTorzok Опции наворотов в этой машине хватает. Я удивился только тому, что нет проекционного дисплея. Ну, как бы там ни было, в описании этого видео, как всегда, есть ссылка на список опций, комплектаций и цен. Цены. Вилку цен вы сейчас видите на своем экране и это тоже грустная часть этого видео. Судя по всему, BMW явно не стремится сразить всех своих конкурентов своей доступностью. Ну, что мне вам тут сказать? Да нечего тут говорить. Говори, не говори, а дешевле от этого машина не станет. Это BMW. А за удовольствие надо платить. Ну, вот теперь я рассказал обо всех недостатках и, собственно, финализирую. Почему я решил, что BMW X3 самый крутой кроссовер в своем классе? Все просто. Это породистый немец с характером. Он самый дерзкий, он самый злой, он самый напористый, он самый крутой. У конкурентов есть свои фишки. Они могут быть безопаснее X, они могут быть роскошнее X, они могут быть сбалансирование X, они могут быть комфортнее X, но быть круче X у них не получается. А значит, BMW X3 самый крутой автомобиль в своем классе. Если хотите, можете попробовать оспорить это в комментариях под этим видео. Ставьте пальцы вверх, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на этот канал, я всех протестирую. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok